Здравствуйте! Меня зовут Сергеев Алексей. Я профессионально занимаюсь графикой, живописью, компьютерной графикой. Преподаю в Чебоксарской детской академии искусств на художественном отделении. Хочу представить вам одну из своих работ, которая называется «Нехуштан или Медные змии». Это библейский сюжет из Ветхого Завета, из четвертой книги Моисея и четвертой книги Царств. Также он упоминается и в Новом Завете. С тех времен многие художники и скульпторы обращались к этому сюжету. Наиболее известна картина русского живописца, итальянского происхождения Федора Бруно. Также очень известен сюжет из Сикстинской капеллы о «Медном змее» кисти великого Микеланджело. Не менее широко знаменита работа Тинторетта из церкви Сан-Рока в Венеции, как символ избавления от чумы. Современным прочтением данного библейского сюжета является, например, скульптура на горе Нево в Иордании. Собственно, на том месте, где он и событие по легенде и произошло. В своей работе я не использовал композицию с большим количеством персонажей. Ограничивался только Змеем и Моисеем, дабы подчеркнуть драматизм сцены. Перед началом работы я создал несколько эскизов и зарисовок, чтобы определить внешность Змеи. Змей на картине выглядит, как постапокалиптическая, постиндустриальная скульптура, тем не менее берущая свои корни в языческих, идолах и древнем мировоззрении. Образ Молисея изначально планировался рассудительным и спокойным. Но затем я решил его сделать гневным, раздосадованным поведением своего народа. Сильный контраст между светом и тенью это должен подчеркнуть. Гнев же Господа отражает так называемый небесный огонь над фигурой Моисея. Образ огня я взял из его описания в Коране и у последователей православного мистического учения Иссихазма. Картину я написал маслом. Хоть и редко пользуюсь этой техникой, вообще я предпочитаю все-таки графику. Создаю графические работы в большем количестве, чем живопись, маслом и чем-либо другим. Но я надеюсь, что моя работа будет интересна и зрителям, и критикам. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.